Добрый день, дорогие друзья! С вами Алия Сапашева. Меня попросили рассказать, как подключать ТИМ. Все о термоинфракрасном массажере, сравнении с другими СПА, салонами, капсулами и так далее, процедурами, да? Все это есть видео, большое видео в канале, телеграм-канале Крепкое Здоровье с ФОХОУ, хэштег Алия Сапашева. И там даже есть слайды, где вы можете посмотреть отличия и уникальность нашего термоинфракрасного массажера. Сейчас задача показать, как подключить. Когда мы уже распаковали нашу большую коробку, вот эту, да, большую сумку, мы видим, что у нас есть две части. Это верхняя часть термоодеяла и нижняя часть термомат. Они отдельно у нас идут. У нас есть контроллер, то есть коробочка вместе с этим блоком питания. И такими вспомогательными элементами, как маска на глаза, к нему подходит вот такой шнур тонкий. Подключаете его, да? Здесь специально есть такой разъем для него. Подключаете и подключаете к самому аппарату. То же самое. Смотрите. Для него есть специальный USB-разъем. Сейчас я включу и покажу вам. Теперь у нас два мата. Одинелая и мата. Как мы их соединяем? Внутренние есть застежки. Видите? Внутренние застежки. Раз, застегнули. Не пошли легко, да? Сейчас покажу, что эти застежки идут, как можно переключать, как внешне, так и во внутренней стороне. Сейчас, 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 торопилась. Потому что скоро придут клиенты. И я хочу быстрее записать вам это видео. Видите, да? Очень легко. С той же стороны, смотрите, как это удобно. Мы просто перекидываем замочек. И с внутренней стороны тоже человек лежа может сам себя застегивать. Сейчас главное показать, как соединяются эти шнуры. Смотрите. Вот есть внешний разъем. Видите, вот он такой вот. Вот такой. Мы соединяем вот так вот этой застежкой. Для чего? Чтобы он не вылетал. Такая-то клепка. Учтите, вот эта клепка верхняя, она очень нежная. С ней надо быть очень осторожным. На практике она быстро ломается. Поэтому очень нежно подключайте. Как снять? Чуть-чуть прям, чуть-чуть. Сильно не приподнимайте. Чуть-чуть приподняли и повысь. И выдерживаем. Если сильно тянете вверх, вот эта штука быстро ломается. Идем дальше. Здесь мы подключаем. Смотрите. Вот сюда два одинаковых разъема. И неважно, какой верх, какой низ. Неважно, как повсоединили, так и присоединяли. Посмотрите. Видно, да? А это основная сеть. Она идет отдельно. Разъема вы тут уже не запутаетесь. И подключаетесь к сети. Учтите, как только вы подключились к сети, у вас очки начнут сразу нагреваться. Поэтому вы можете подключить очки в самый последний момент. Либо, если вы хотите комфортно их надеть, можете сразу подключить, они такие тепленькие становятся. Пока мы не выставили режимы и температуру, нагревательный процесс не пойдет. Сейчас лето, да? И не все хотят включать нагревательные или нет. А просто хотят, чтобы у них прошел процесс восстановления за счет движения в массажных режимах. Как это включается? Давайте смотреть. Слушайте, если это гудит, значит, это нижнее полотно. Верхнее полотно у нас не гудит. Видите? Верхнее полотно работает, и оно не гудит. Теперь берем ситуацию, когда нам нужно все же нагревательный элемент. Каким образом мы берем? Вот здесь есть time, время, да? Вот мы регулируем время. У нас есть массажные движения. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. И первое. То есть P1 повторяет все шесть массажных режимов. Теперь, что касается у нас температуры. Видите? Когда мы только первый раз делаем массаж, нужно температуру ставить в 40. Рекомендуется китайцами ставить 40 градусов. То есть начинается от 40, заканчивается от 60. Понятно, да? Вот теперь нижняя часть. Вот я чувствую, вот сейчас я чувствую, как нагревается верхнее полотно. Теперь, что мне надо сделать, чтобы пошел нагрев нижнего полотна? Я включаю. Опять, видите? 40 градусов, градусы меняем, время и массажные режимы. Я не знаю, можно ли менять разные режимы, там верхний один режим, нижний другой. Я всегда ставлю одинаковый режим. Всегда в основном ставлю P1, потому что, чтобы человек понял, какой режим ему больше нравится. И когда он уже определяет, какой нравится режим, тогда он и использует. Во время обучения нам китайцы говорили о том, что лучше по 5 минут ставить разный режим. И у клиента спрашивают, какой режим ему больше нравится. И какой нравится, какой режим поставлять на оставшееся время. Время во время процедуры можно тоже менять. И за счет чего? За счет пульта. Видите, здесь человек, если у нас будет клиент очень длинно, у нас что? Есть отверстие для ног. Да? Он будет ноги втащить. Если у него уже звонил телефон, или что-то ему нужно достать, или, допустим, когда я сама лежу, мне что-то надо протянуть руку, я с внутренней стороны, замок может двигаться как внутри, да? Как внутри, так и снаружи. Я могу достать. То есть это очень удобно. Теперь давайте мы отключим два режима. И есть такой режим, который, как я и говорила, сейчас летом, нам не хочется включать, нагревательный режим. Нам нужно просто полежать, получить релакс. Тогда мы для этого что делаем? Мы включаем процесс вот таким образом. Если мы хотим включить без температуры, смотрите, мы не включаем, у нас идет массаж, и у нас идет время. Но температуру мы не включаем. Все, опять еще раз выключили. Опять включили. У нас что идет? Первое время. И температуру, режим. Температуру мы просто не включаем. Здесь также. Смотрим. Время и режим. Все. Температуру мы не включаем. И таким образом у нас не происходит нагревательного элемента. Так, теперь, что мы делаем? Давайте, чтобы не шумело. Во время массажа. У нас к массажу идут всего лишь два расходника. Это эфирное масло и это ТИМ-пакет. Сейчас покажу, что из себя представляют специальные пакеты для ТИМа. Это вот такая плюнка пищевая, длиной 2 метра. С одной стороны она закрыта, да? Это вот, это обусло. А с этой стороны плюнка открыта. То есть, прежде чем клиента положить в сам ТИМ, мы что делаем? Мы эту плюнку раскрываем. Ставим его на пол и наносим эфирное масло. Наносим эфирное масло на все тело. То есть, это верхняя поверхность, передняя, задняя поверхность. И даже стопы, даже сами руки. Чтобы как можно больше вышло из тела слады, токсина и так далее, да? Вот у нас человек лежит. Что дальше мы делаем? Во время обучения мы с вами знаем, что у нас есть техника массажного движения в передней части тела, да? В задней части, то есть, это спины, нижние голени, бедра. Со всех сторон у нас идут массажные движения. И чтобы нам облегчить свою жизнь, не делать эти массажные движения рук, это, знаете, возвращение к классическому массажу, ручному массажу. Я не люблю классический ручной массаж. Я не умею это делать. Вот. И, конечно, когда ты получаешь, это хорошо. Но когда ты кому-то делаешь, это нужно все же быть профессионалом. Я не являюсь профессиональным массажистом. Я никогда этого не обучалась. И поэтому я это не делаю. За то, что я делаю. Я использую фасциальный массажер вместе с специальными насадками. И когда клиент лежит, я просто по телу провожу вот таким чудесным фасциальным массажером. Когда он здесь лежит, поднимаю и стопой прорабатываю также фасциальный массажер. Вы знаете, это очень приятно релаксирующая процедура. То есть, как мы проходим, да, вот эту насадку? Мы проходим все тело. То есть, это человек у нас лежит, мы проходим ноги со стороны, да, где болень. Все проходим, тело проходим, со всех сторон мы проходим, животик проходим, ручки проходим, грудь. И делаем еще массаж лица. Массаж лица вот такой специальной насадкой. Массаж лица и массаж головы. Как это делать? Все очень просто. Посмотрите. Вот человек у вас лежит, да? Как вы его делаете? Просто прикладываете. Таким образом, у него идет вибрация. Идет массаж. Если голова, то по голове просто, посмотрите. Вот просто и воде по голове. Так уникально работает. Классно. Очень приятно. И в то же время прорабатываются точки на голове. Если вы не постоянно пользуетесь тимом, а иногда, то лучше его убирать. То есть, так же складывать, как он был сложен изначально, для того, чтобы сохранить его целостность. А если у вас постоянно клиенты идут, то, как говорит у нас один из профессиональных партнеров-массажистов, тим используется, как пассивная кушетка. То есть, активно это, когда мы используем белого замассажа, да? Белый массаж перчатками. И тут же параллельно на второй кушетке у нас лежит тим. И мы ее используем, как пассивный массаж, который дает вам дополнительный доход. Все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что было очень интересно.